Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и мы продолжаем проходить карьеру в фарминг-симуляторе на карте Region 18. В прошлой серии мы купили вот эту всю технику, купили себе 11-е поле, на котором уже была засеяна канола, а также собрали травку с 14-го поля и отвезли, переделали её в силос. Собственно, канола уже созрела, а вот травка не переработалась ни разу, хотя на данный момент уже есть 86 тысяч литров силоса, и хорошо бы на самом деле его продать, потому что с деньгами у нас полный кирдык. Итак, друзья, какие у нас планы на сегодняшнюю серию работы уйма? Времени это всё займёт уйма, благо есть всё-таки видеомонтаж, и вам не придётся на всё это дело смотреть. Значит, первое, что надо сделать, и это очевидное, это, конечно же, убрать 11-е поле, собрать всю эту канолу. Для этого у нас есть вот такой вот замечательный 5-метровый комбайн, 5,5 метровый даже, я имею в виду по ширине жатки, и такой замечательный прицеп, ну и, конечно же, трактора. Плюс этого поля нужно будет отвезти как минимум один прицеп вот сюда, это мельница топлива. Здесь из канолы делается дизель, а здесь уже биодизель делается. А, когда я последний раз играл на этой карте, из неё из канола делался просто дизель. Зимой не запускать, сломаешь, оба-на, вот так вот. Но мы играем без сезонов пока что, поэтому нам это не страшно. Слушайте, а как же делается обычный дизель? Слушайте, порылся я по карте и как-то посмотрел все заводы, а дизель-то мы нигде и не сделаем. Единственный вариант, это, конечно, сделать биодизель, засунуть его вот сюда и заправить отсюда дизель. Почему-то раньше это было так, я даже не знаю, работает эта тема сейчас или нет. Но, походу, тогда единственным вариантом будет солярку всё-таки пока что покупать. Но мы в любом случае отвезём сначала на биодизель один прицеп, это немного. Посмотрим, как это дело работает. Далее по планам у нас. Разумеется, полностью обработать 11-е поле и засеять его новыми семенами. Ну и плюс за ночь у нас опять-таки созрела эта же самая травка, поэтому нужно её опять собрать и опять отвезти на БГА. Ну и есть у меня ещё один план по небольшой перестановочке на нашей базе. Я не очень правильно расположил добрялку и сейлку, точнее вот эти бункера для пополнения. Я когда в оффлайне играл, у меня появился другой, более интересный план по расположению этих двух объектов. Хотя вот эту хреновину, по сути дела, переставлять не надо, переставим только вон ту. И давайте, наверное, прямо сейчас это сделаем. Увы, всего лишь за 4000 мы продаём нашу добрялку и покупаем вместо неё другую. На этот раз уже за 8500 и поставим мы её вот сюда, вот с этой стороны. И, соответственно, мы перепишем маршрут для курсплея. Садимся в наш трактор, он у нас чистенький, я помыл всю технику, я уже говорил, что я люблю париться по этой всей теме. Подцепляем прицеп и едем на 11-е поле и пишем оттуда маршрут курсплея через базу. В принципе, отличия этого маршрута будет немного. Начинаем запись и проходит он практически точно так же, как и старый, с этой же самой точки. Первое отличие это мы сразу же подъезжаем к семенам. Подъезжаем медленно, аккуратно. Видимо, крышка открылась, значит, он его подхватил. Далее проезжаем через те же самые триггера разгрузки. Ну и, как вы уже догадались, здесь мы проезжаем и поворачиваем сразу налево. Поэтому у нас не будет никаких пересечений. И выезжаем мы с заделом на будущее через эти ворота. Поскольку я начал играть уже, скажем так, в оффлайне, если можно так выразиться. За кадром у меня своя карьера по этой карте. Вот здесь мы аккуратненько паркуемся и сохраняем этот маршрут под старым названием поле 11 база. Я себе вот здесь сделал папочки, потому что отдельно маршруты строятся, они немножко все-таки отличаются. И, в общем-то, старый мы стираем, а новый маршрут переносим в эту же папочку, которую я назвал YouTube. Ну и далее мы запускаем этот трактор собирать канолу. Сразу же определяем ему единственный комбайн, который у нас есть. Запускаем по маршруту. Все, как только комбайн наполнится, он же сразу же поедет к нему. Но для того, чтобы комбайн заполнился, его точно так же нужно пустить в работу. Что мы, собственно, сразу и сделаем. Начинать записывать маршрут мы будем вот с этой точки. Не с угла поля, а вот отсюда. Что-то я пришел к выводу, что так нынче как-то лучше все это дело работает. Ширина жатки у меня определяется как 5,3, но пускай будет 5, нет, 5,5 мы поставим вручную. Далее у нас 11 поле, текущее расположение техники, направление автоматическое, возврат на старт, да. Поворотная полоса, сглаживать, нет, мы поставим с разворотом. И по максимуму 20 штук, если он сможет, генерируем этот маршрут. И вот видите, где у нас появилась наша стартовая точка? Прямо в середине поля. И, собственно, сюда же он и вернется потом. Сделал я это для того, чтобы во время поворотов он не менял эту самую поворотную полосу. Чтобы это происходило не на углах поля, а здесь. Здесь это будет более плавно и, в общем-то, красивее будет выглядеть в итоге. Ну а мы запускаем комбайн со стартовой точки. И, собственно, в теории он должен без нас сейчас полностью собрать все это поле вместе с трактором. И пускай они работают. Но пока комбайн и наш трактор там работают, мы подцепим фуражный прицеп к нашему другому трактору. И поедем на БГА, продадим силос, который у нас уже есть. Подъезжаем мы на БГА. Смотрим, сколько у нас тут есть силоса на данный момент. 87 тысяч литров сделала. В принципе, 4 прицепа можно спокойно пока что продать. Наполняемся. На самом деле, это не так быстро происходит. Я представляю, сколько по времени там на 60 тысяч, например, прицеп у нас в будущем появится. Сколько он по времени будет наполняться. Аккуратненько задним ходом сдаем. И разгружаемся. И, собственно, денежки нам капают. 8 тысяч с прицепа, 8 на 4, 32 тысячи мы сейчас получим за счет того, что у нас есть. Ага, достигнута предельная вместимость. Да, сюда же залазит только 50 тысяч, и поэтому надо ждать, пока это все дело переработается. Но мы будем немножко хитрее. Мы чуть-чуть промотаем время и буквально самую малость, чтобы загрузить последний прицеп. И последний прицеп продадим. Дальше оно все там переработается, пока мы будем добывать новую порцию. Итого у нас 41 тысяча долларов. Точнее, евро у меня сейчас выставили. Но, неважно, игровая валюта. Этого, конечно, не очень много. Да и ценник на силос стал падать, как вы видите. Потому что один прицеп мы за 8 500 продавали. Вот этот за 8 200. Далее мы отвозим сюда фуражный прицеп и едем за валковой жаткой и газонокосилкой, дабы обработать это поле еще раз точно так же, как и в прошлой серии. Единственное, чтобы два раза не ездить, мы с вами за раз отвезем туда и то, и другое. Потому что вперед мы подцепим косилку, а сзади мы подцепим валковую жатку. Приезжаем на поле и, собственно, отцепляем валковую жатку и рисуем маршрут для газонокосилки. Единственное, в отличие от прошлого раза, я его все-таки, как и валковую жатку, пущу по кругу. Пускай наяривает круги без остановок. Ну и нажимаем стартовать со стартовой точки, запускаем маршрут. Он на нее сейчас подъедет, отпустит косилку и пойдет косить. А мы возвращаемся к нашему комбайну, он уже пошел по второму кругу. Комбайн за разу обещает, что работать будет целых 2 часа. Охренеть! Итак, трактор наш докосил, и поэтому давайте мы снимем его с маршрута, сбрасываем его, отгоняем косилку и берем уражный прицеп, дабы записать в первую очередь. Маршрут на отправку этой самой травы на второй ферментатор, потому что в первый это все дело не влезет. Точно так же, как и в прошлый раз, в прошлой серии, мы начинаем запись маршрута, и он будет точно такой же, только проедем мы не через первый триггер, а через второй. Останавливаем маршрут и сохраняем его под названием поле-14 БГА-Фермент-2. Ну и разумеется, его сбрасываем, отгоняем фуражный прицеп в сторонку и подцепляем валковую жадку, дабы завалковать то, что мы накосили. Делать мы это будем точно таким же образом, как это делали в прошлый раз. Генерируем маршрут и запускаем по маршруту со стартовой точки. Все, за него, в принципе, я спокоен. Давайте посмотрим, что у нас там с комбайном. В принципе, он работает и хорошо. Этот трактор тоже к нему едет, видимо, наполовину он заполнен, но он уже, скорее всего, один раз, а может быть и два. Нет, все-таки один, видимо, 14 тысяч литров канола у нас есть на складе, один раз он уже отвез. Видимо, 100 тысяч литров мы здесь не наберем с этого поля, это, кстати, очень жаль. Итак, свалкование у нас точно так же прошло вполне успешно. Снимаем с маршрута нашего трактора, сворачиваем валковую жадку, отвозим ее в стороночку, цепляем обратно в фуражный прицеп и запускаем его по тому же самому маршруту, по которому только что ходил трактор, только единственное, что добавим в него БГА-Фермент-2. И тем самым запускаем его точно так же со стартовой точки. Давайте телепортнемся к комбайну, посмотрим, в принципе, работа идет. Час 20 еще обещает она быть, 40 минут уже прошло. Для вас как-то быстрее пролетело, скорее всего. Тут уже два раза отвез наш трактор этот самый урожай, видимо 29 тысяч. Сейчас он подъедет его, еще раз разгрузит. Итак, друзья, собственно, закончил наш комбайн убирать это поле. У меня на самом деле уже наступил другой день записи, потому что, сами понимаете, материала показать мало, а времени уходит на все это много. Ну, в первую очередь, конечно, потому что у нас пока что одно поле и довольно-таки большое. Как только будет у нас плюс какой-то и будет больше вариантов, чем заняться, то будет интереснее. Давайте пока что канолу эту отвезем остатки на базу. Вообще всего у нас 75 тысяч литров канолы получилось, как-то это прям очень мало. Если все это продать, то получится не очень много денег. Поэтому я предлагаю все-таки отвезти это все дело на биодизель, на мельнице топлива. Здесь вот даже цена падает, и она все равно больше тысячи. Как минимум, это можно будет продать. Единственное, что единственная бочка, которая у меня может адекватно это дело возить, из установленных модов, это вот такой вот прицеп, который стоит минимум 62 тысячи евро, а на него, соответственно, денег нету, поэтому и не очень хорошая эта идея делать на данном этапе биодизель. С другой же стороны, у нас тут есть еще на один прицеп травы, что в принципе довольно-таки неплохо. Хотя это всего 8 тысяч, и смотрите-ка, у нас второй бункер полностью наполнился травой. То есть у него на данный момент 295 тысяч, и 7 уже переработано. Ладно, поехали все это дело продавать тогда. И давайте тогда сразу пропишем маршрут на ЖД-элеватор. Я, как правило, продаю все туда, потому что туда можно все отвезти, и потом отправить поезд, соответственно, цена не будет падать. Только единственное, что я неправильно сделал, это надо начинать писать маршруты все в одну сторону, дабы не было никаких пересечений. Лично у меня есть такое негласное правило. Начинаем запись маршрута именно отсюда. Поехали! Итак, друзья, вот такой маршрут у нас получился. Соответственно, сохраняем его под названием база ЖД-элеватор. Так, у нас осталось 60 тысяч литров канолы и 62 литра. Собственно, это ровно 4 прицепа, и еще у нас останется так просто семок полузывать. Если их, конечно, можно канолу употреблять в пищу такую. Уж простите за неосведомленность. Так что мы выставляем забрать из бункера канолу, и выполнить нужно 4 рейса. Запускаем по маршруту, и все. Он, собственно, без нас справится. Как только нам придет уведомление о том, что он закончил работу, мы, соответственно, телепортнемся на ЖД и отправим поезд, соответственно, получим свою прибыль. Тем временем, этот трактор у нас тоже закончил работу, но все не влезло в поле в один ферментатор, поэтому он у нас стоит полностью набитым прицепом. Мы сейчас отвезем и закинем это все дело в первый ферментатор, и продадим чуть-чуть силоса. Высыпаем это все дело туда, и, соответственно, подъедем, посмотрим, сколько у нас уже переработалось в обеих ферментаторах. Я поставил время, кстати, X5, дабы оно немножко быстрее перерабатывалось. Все равно у нас сейчас ничего не растет, так что пофиг на это время. Здесь 10 тысяч получилось, и отсюда мы еще заберем еще 10 тысяч. Соответственно, идем высыпать это все в точку продажи силоса и травы. О, кстати, можно сюда же траву просто продавать, это, возможно, будет несколько быстрее. Это, конечно, будет быстрее, только это будет в 4 раза дешевле, поэтому смысла никакого это не имеет. Всего 104 евро у нас предлагают за травку и 400 за силос. А мы 8600 свои получаем, соответственно, пока что мы отсюда уезжаем, пускай работает, у нас есть чем заняться. Прицеп я пока что, пожалуй, оставлю именно здесь, и, собственно, поеду на базу, посмотрим, что там да как. Мы тем самым пребываем на базу, и какой у нас дальнейший план работ? Нам нужно удобрить поле, вспыхать его, удобрить, засеять и еще раз удобрить. Соответственно, пока у нас есть свободный трактор 1, не хватает немножко тракторов нам, увы, 2 будет маловато. Хотелось бы еще 1 или лучше даже 2. Но пока так, мы запустим удобрялку. Ну что, по-быстрому, собственно, генерируем маршрут, выбираем 11-е поле, расположение старта автоматически, точнее, текущее направление автоматически, возврат на старт, да, поворотная полоса по максимуму, да, и мы сглаживаем. И также подгружаем маршрут в поле 11 база, для того, чтобы он ездил и заправлялся. И со стартовой точки запускаем... Ага, неподходящий, конечно. Ставим удобрение посев, и со стартовой точки запускаем, и все у нас хорошо будет работать, я надеюсь. Так, кстати, я на предмет пополнения семян и удобрений пока что новый маршрут, который мы переписали в начале серии, не проверял, поэтому есть вероятность того, что он будет не работать, но если он будет не работать, то он, собственно, выдаст ошибку, когда приедет обратно на поле пустой. Мы оставляем его в покое и идем смотреть, как дела у нас у нашего трактора, который возит канолу. У него все хорошо, вот он заполняется, у него два рейса осталось, два он сделал и два осталось, так что пускай тоже работает, а мы тем временем отгоним комбайн обратно на базу и помоем его. Офигенно, конечно, я стал, даже выбраться отсюда, по сути дела, не могу. Собственно, берем керхер и начинаем поливать все это дело струей воды. И все, комбайн, собственно, выглядит как новый. Не знаю, я уже говорил, что я люблю заморачиваться на этой теме и, собственно, да. Итак, собственно, подъезжаем мы к элеватору и сейчас он разгрузится и можно будет продавать урожай, потому что это же последний, да, это последний у нас заезд. Все, трактор уезжает, он там остановится, собственно, там, где загружается, а мы нажимаем на волшебную кнопочку и отправляем паровоз, который отвезет наш урожай и привезет нам бабло. Тем временем я перехватил наш трактор, который занимается удобрением поля и сейчас мы заодно увидим, будет он пополнять удобрялку или не будет. Будет, как миленький. Все, тогда мы оставляем это все дело работать. Значится, наш трактор вернулся, нам пришло уведомление, что он закончил работу и, соответственно, мы отгоняем этот прицеп, он нам пока что не понадобится. Ставим его в стойло и цепляем на трактор плуг. Первый мы запустим прямо сейчас. Все равно он на плуге не сможет догнать удобрялку, поэтому можно запускать его прямо сейчас. Убираем, опять-таки, 11-е поле, расположение старта, бла-бла-бла, возврат на старта и совместная работа орудий ставим 2, потому что у нас 2 плуга, они будут работать вдвоем. То есть, как только закончат удобрять, мы сразу же тот трактор перекидываем на плуг и пускаем вдогонку к этому. Со стартовой точки запускаем по маршруту. Ага, тебе ж надо, блин, подъехать аккуратненько, да? Ну ладно. Пахать он обещает в районе часа. Единственное, что мы еще сделаем, плуг за границей поля. Да, это обязательный параметр, который нам понадобится. Греник какой-то сейчас сморозил, но да ладно. Итак, друзья, собственно, трактор наш закончил удобрять поле и произошел небольшой косячок. И я вот только сейчас вспомнил о том, что с разработчиком этой карты обсуждалось еще когда-то давно, что ЖД-элеватор не принимает канолу. И мы ее стравили, и, собственно, по сути дела, нет у нас того урожая, что мы собрали, и мы его просто кому-то подарили. И это косяк именно с канолой и именно с ЖД-элеватором. Но ничего, я сильно расстраиваться не буду, там не так много денег должно было привалить. Единственное, что мы просто, по сути дела, все зря сделали. С третьей же стороны мы собрали чужую канолу, которая нам досталась вместе с полем. Но я, если честно, уже начинаю сомневаться насчет того, чтобы играть на запись карьеру на максимальном уровне сложности. Может быть, имеет смысл переключиться на средние. Напишите, пожалуйста, в комментариях о том, что вы думаете, потому что на запись все-таки хочется немножко побыстрее развиваться. Потому что мне эта игра, в принципе, в кайф, и мне доставляет удовольствие заниматься всей этой херней. Но для вас это может быть просто обработка одного и того же поля 10 раз без какого-либо прогресса. Поэтому напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А мы тем самым ставим второй плуг догонять. Первый. Копируем маршрут от того трактора, который у нас уже катается. Составим ему левую сторону и со стартовой точки точно так же его запускаем. И пусть он, в принципе, его догоняет. И мы, собственно, прерываем сразу же маршрут. Этот трактор не очень хочет тянуть под горку этот плуг. И я все-таки решил взять кредит и купить третий трактор. Он нам очень понадобится. И выбрал я вот такую вот вальтру. 190 тысяч она нам обойдется. Ну, плюс мы ее еще покрасим. И берем кредит на 150 тысяч евро. Знаете, даже, наверное, возьмем не 150, а 170, чтобы у нас какие-то деньги остались на удобрения, на семена. И, собственно, после первого дня проценты по этому же самому кредиту. И, собственно, вот такая вот вальтра 250 лошадок, 193 тысячи. Я его крашу в оранжевый цвет, потому что это мой любимый цвет. И вот так вот замечательно он выглядит. Не знаю, мне реально нравится этот трактор. Оранжевый и черный все-таки сочетаются как нельзя лучше. Подъезжаем мы к нашему трактору. И, соответственно, перекидываем мы плуг с одного на другой. И уже на этот самый трактор мы перекидываем маршрут того, что на данный момент катается. Ставим разные полевые работы. И, разумеется, один влево. И начинаем со стартовой точки, точно так же, как и в прошлый раз. Ну, а этого малыша мы, соответственно, отвозим пока что на базу. Пускай, собственно, стоит и курит. Ну что, этот уже под горочку намного веселее пошел. Соответственно, около часа он будет работать. И пока, слава богу, есть чем заняться. Собственно, ждем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, собственно, уже стемнело и заканчивает вспашку наши оба трактора. Первый закончил уже довольно-таки давно. А этот только сейчас. И отгоняем все это дело в ангар, потому что будем готовить поле к посеву. Точнее, поле мы к посеву подготовили, а трактора еще нет. Итак, как я уже говорил, нам нужно удобрить поле и засеять. Поэтому запускаем удобрялку. Удобрялка у нас пошла работать и вслед за ней мы запускаем сеялку, которая будет сеять у нас пшеницу. Только я случайно чуть работника не поставил. Генерируем обычный маршрут для нее. Этот будет у нас идти слева. И, конечно же, добавляем ему маршрут на заправку. Ставим удобрение и посев. Запускаем со стартовой точки. Маркеры мы отключаем. И он едет заправляться. Тем временем мы заводим второй трактор. Копируем ему маршрут вальтры только справа. И запускаем с ближайшей точки. Только у нас опять-таки неподходящий тип инструмента. Он сейчас приедет на поле, поймет, что у него ни хрена нету. Он ничем не может. Поедет заправляться. И, собственно, будет небольшая фора, так сказать, у трактора, который пошел первым. Длин, расход на семена 1300. Мне кажется, мы в минус уйдем в 12 ночи, когда заплатим проценты за кредит и так далее. Единственное, что это на первом проходе, на первой самой полоске они могут столкнуться. Но не беда. Если что, мы поправим это без проблем. Тем самым, друзья, у нас закончил свою работу трактор, который занимался удобрением. И давайте, собственно, отгоним удобрялку обратно на базу. Возьмем фуражный прицеп и съездим на биогаз и продадим хоть что-нибудь. То, что у нас там насобиралось. Потому что на семена, на удобрение деньги нещадно уходят. Плюс еще проценты по кредиту. Я очень не люблю, когда написано, что у меня не то чтобы ноль, а вообще отрицательный баланс. Ну и что, друзья, что мы, собственно, здесь видим? 14 тысяч у нас есть в этом бункере. Стоп, 14. 32 тысячи есть в этом бункере. 14 тысяч это дегестата в бочке насобиралась. И 25 тысяч есть в этом бункере. Итого 57 тысяч литров у нас уже переработалось. Давайте сейчас, собственно, по-быстрому это все дело и продадим. Ну и что, друзья, 25 тысяч у нас на балансе. Я думаю, на сутки этого должно хватить. На то, чтобы досеять поле, я думаю, там еще один раз селки заправиться. Это по 2,5 тысячи евро у нас занимало. Ну и плюс еще нужно будет поле удобрить. Третий раз, как я и говорил, у нас работники знают, что спать никто не пойдет, пока планы не будут выполнены. Я вот не знаю только, зачем я пуражный прицеп везу обратно на базу, когда надо было его отвезти обратно там, где мы его брали, на наш лужок. Ну а пока на часах у нас без 5.11. Почти что закончили сеять две наших селки. И поэтому мы берем трактор с удобрялкой и пускаем к ним в догонку. Только уже не по кругу его пустим, а вперед-назад, дабы он их не обогнал, когда будет круги наяривать. Вообще, конечно, небольшой любитель работать по ночам. Тем более я поставил себе мод, чтобы была ночь прям очень-очень темной, но никуда мы сегодня не денемся. Коль уж надо все доделать, значит надо. Запускаем со стартовой точки и поехали. Ну и по традиции, друзья, пока у нас работает последний работник, я с вами прощаюсь. Влепите, пожалуйста, большой жирный лайк под этим видео. Несмотря на то, что оно получилось не очень длинное, его запись заняло около 8 часов. Я как бы понимаю, что я немножко даже бесполезными вещами занимался. Но это, ребята, все ради контента. Пишите ваши комментарии по поводу развития нашего. Что вы думаете, что купить, что посеять, куда что отвезти. В общем-то, я с удовольствием выслушаю все идеи. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. Да и плюс на канале выходят различные видео по 19 ферме. А с вами был Никита Дилэй. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!